В эфире «Уникальный ресурс» – программа о развитии и самореализации. Здравствуйте! Этот выпуск программы «Уникальный ресурс» посвящен интересным вариантам высшего технического образования. Мы живем в информационном обществе, где каждый день возникают новые проблемы и потребности, о высокотехнологичном месте, где готовят будущих IT-специалистов. Смотрите в нашем сюжете. Умные дома, медицинское оборудование, полностью автоматизированные системы, облачные технологии. Наш современный технологичный мир, требующий быстрого и безопасного решения проблем, давно стал нормой. Сегодня мы расскажем о будущих IT-специалистах, о тех, кто сделает наш мир чуточку совершения. У нас была цель создания автономного транспортного средства, которое сделать ручное управление и автономное. Ручное управление мы выполнили на компьютере с помощью специального программного обеспечения. А автономное – это у нас камера, которая распознает объекты и считывание траектории заданной. Также у нас звуковой датчик-сонар, который определяет, есть ли у нас препятствия. Такие роботы, возможности которых ограничены лишь фантазией создателя, рождаются на базе авторизованного учебного центра технологии National Instruments. Это лишь одна из лабораторий на факультете автоматики и вычислительной техники НГТУ. Здесь предоставлено самое современное оборудование и программные средства. Студенты здесь обучаются технологиям, современным методам построения систем измерения, испытаний, системы автоматизации научного эксперимента. По этим же программам мы готовим на курсы к повышению квалификации специалистов предприятий. Мне очень понравилась специальность – биотехнические системы и технологии. Это специально связано с медицинским оборудованием. Мне очень это интересно, это перспективная специальность, потому что в Академгородке, в Кольцово это направление очень сильно растет и в дальнейшем большие перспективы открывает. Отдельное здание факультета, девятиэтажный корпус, аудитории с мультимедийным оборудованием, учебные и исследовательские лаборатории, оснащенные современной техникой. Полный набор возможностей для будущих специалистов в области информационных технологий. Главная цель факультета автоматики и вычислительной техники – развитие IT-структуры государства, в частности, сибирского региона. Все направления обучения являются популярными, но, как правило, где высокий спрос, там и высокая конкуренция. Всегда было это интересно, и тем более, всегда интересно то, что ты можешь сделать действительно своими руками, и это может принести пользу. Всегда хотелось быть именно связанной с техникой, потому что технические специальности, они помогают, я считаю, во-первых, развивать свой разум, структурировать как-то знания все области, и, ну, конечно же, это сейчас перспективно. Мы обязательно работаем с крупными предприятиями региона, мы работаем под их задачи, под их потребности. Очень много проектов, которые мы реализуем по оборонно-промышленному комплексу. Задача какая? Знаем потребности предприятия, готовим под потребности предприятия конкретно направленных специалистов. Не так, что мы просто их обучили и идите, да, а готовим тех, кого нужно. У нас и так очень большое количество обученных мест, но этого недостаточно для покрытия задач региона. Одних лекций для обучения IT-специалистов недостаточно, поэтому практика у студентов АВТФ начинается со второго курса как в лабораториях факультета, так и на предприятиях. Например, у студентов кафедры вычислительной техники есть возможность освоить работу с таким современным оборудованием, как Cisco Systems и Sun Microsystems. Мы с вами находимся в лаборатории с оборудованием Cisco. Это монтажный шкаф специальный, в нем расположено различное оборудование, дорогостоящее, весьма и ценное для нас, как для проведения лабораторных занятий, так и для научных исследований, собственно, для работы сети кафедры нашего факультета. Обеспечивает безопасность, дает студентам возможность на реальном оборудовании получать практические навыки. Вы находитесь в святая святых нашего корпуса. Это вычислительный центр наш. Здесь находится грид-системы, так называемый суперкомпьютер. Вычислительные мощности, которые достигают до 750 гигафлопс. Это 750 операций с плавающей точкой в секунду. Центр управления перед вашими глазами. Вычислительный центр стоит из нескольких стоек, называются лезвиями. Каждая стойка включается до 8 или 12 ядер, в зависимости от комплектации. Память для хранения баз данных достигает до нескольких десятков терабайт. Студенты могут получить удаленный доступ к этому суперкомпьютеру и уже на своих рабочих компьютерах обсчитывать дома свои задачи. Современные технологии помогают делать мир удобнее и совершеннее. Примером может служить работа ресурсного центра на кафедре автоматизированных систем управления. Благодаря последним разработкам обучение глухих и слабослышащих студентов становится более доступным. В частности, вот сейчас мы внедряем систему, которая позволяет осуществлять удаленный сортоперевод. Кроме того, мы сейчас внедряем тоже очень интересную технологию, которая позволит глухим пользоваться теми учебными материалами, видеоматериалами, текстами, которыми сейчас для слышащих. Факультет автоматики и вычислительной техники активно сотрудничает с ВУЗом Европы, США, Китая и Южной Кореи. Ежегодно студенты проходят обучение в Германии или Чехии по программе двойного диплома. Также учащиеся факультету уверенно заявляют о себе на конкурсах и практических конференциях. Добрый день, уважаемые слушатели Радио АВТФ. С вами сегодня в эфире у нас Аксидия и Игорь. Скажи здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. И сегодня, конечно же, мы начнем, как всегда, с наших главных новостей. Яркая внеучебная жизнь делает студенчество более запоминающимся. Помимо творческих и спортивных возможностей, которые предоставляет университет, можно присоединиться к вокальной студии или стать ведущим на Радио АВТФ. Основной задачей Радио является обещание актуальных новостей факультета по просьбе администрации, по просьбе студентов и подачи звонков. Возможности есть колоссальные. Лично я поддерживаю любые творческие начинания, если ребята подходят. Есть у них желание провести какие-либо мероприятия. Я всеми руками за. Находим ребят, которые тоже в этом заинтересовываются. Как-то набираем команду, ну и, собственно, творим чудеса. В девятиэтажном здании факультета расположены и конструкторские бюро, где реализуются научно-исследовательские проекты по заказу государства. Это и центр теплометрии, и институт робототехники, и промышленные автоматики. Одна из последних разработок – усилители руля для АвтоВАЗ. Кстати, именно на базе АВТФ появились карты «Дубль ГИС», которые теперь покрывают не только всю Россию. Про выпускников АВТФ можно сказать так. Они не ищут рабочих мест, они их создают. Студенты уверены, что проблем с трудоустройством у них не будет. Любая сфера современной жизни требует грамотного IT-специалиста. Ребята принимают везде, куда только они желают. То есть, в основном, безопасность уходит в ФСБ, в ФСТ, налоговые, в банки. Везде, где нужно защищать информацию. Конечно, это не так, скажем, просто, что ты пришел на свою программу, она тебе принесла за миллионы. Но, когда ты начинаешь работать, через какое-то время ты понимаешь, что на тебя уже работает твой диплом, на тебя работают твои знания. АВТФ выпускает уже готовых специалистов, которые делают реальный вклад в общество. Чтобы стать одним из них, достаточно обладать двумя качествами – умением логически мыслить и желанием сделать что-то своими руками. Энергетика – база народного хозяйства. Именно она определяет уровень и темп его развития. Кто и как готовит сильнейших специалистов в этой области? Электрический искровой заряд и яркая вспышка света. Здесь, на факультете энергетики, этим никого не удивишь и вряд ли испугаешь. О силе тока, амперах, напряжении и разрядах – здесь знают все. В высоковольтной лаборатории студенты тестируют и испытывают, экспериментируют и проводят опыты. С каждым годом техническое оснащение преображается, лаборатория обновляется и соответствует новейшим международным стандартам. Да, конечно, многое поменялось за эти годы. Евгений Русских, выпускник кафедры тепловых электростанций НГТУ, покинув стены вуза, основал свою инженеринговую компанию в составе крупного холдинга, который занимается проектированием, строительством, наладками и аудитом всех объектов тепла и электроэнергетики. Мы достаточно дружны до сих пор. Сначительная доля выпускников нашей группы работает. Мы работаем совместно абсолютно. Не абсолютно, может быть, но порядка 90% выпускников работает в системе энергетики. Кто-то на сторону, скажем так, или смежной отрасли практически не уходил. И мы поддерживаем тесный контакт не только между группами выпускников, но еще и с кафедрой, с институтом вообще. То есть мы не отрываемся от своего альмаметра ни в коем степени. Лаборатория совершенно иной направленности. Здесь синхронная работа генераторов, за которой наблюдают студенты и аспиранты. Один из них Андрей Марченко. Сейчас он занимается собственным масштабным научным проектом и параллельно ведет лекции третьекурсникам. Эта модель позволит внедрению малой генерации в электрические сети. То есть это создание прототипа устройств, создание автоматики, которая будет эффективна, малая генерация работы в составе электрической сети. В частности, создается проект по изолированной сети в городе Новосибирске. То есть это будет как бы прецедент, созданный нами, в хорошем смысле слова, по развитию малой энергетики. У нас на факультете есть возможность реализовать все три ступени высшего образования. То есть бакалавриат, магистратура и аспирантура. В рамках бакалавриата на первый курс мы ведем набор по таким направлениям, как теплоэнергетика, электроэнергетика, техносферная безопасность. И совместно с факультетом бизнеса ведем набор на направление менеджмент, профиль производства менеджмент в энергетике и электромашиностроении. Научная деятельность, исследование, международные проекты и стипендии, гранты и сильный акцент на изучении иностранного языка – это плюсы, которые видны невооруженным глазом. Факультет энергетики – старейший в Новосибирске и сильнейший в стране. Свою историю он начал еще в 1962-м. А сегодня в его стенах обучается более двух тысяч студентов, магистрантов и аспирантов, которые после выпуска, а иногда и во время учебы, патентуют собственные разработки, способные совершенствовать мировые стандарты в области электроэнергетики. Подспорьем является партнерство. То есть ВУЗ, если он в отрыве от реальных инженерных дел, от научных исследований, то он обречен, на мой взгляд, по крайней мере. Поэтому нам в какой-то мере повезло, потому что вместе с остановлением кафедры, университета, развивались и наши партнеры. И сегодня у нас есть хорошие очень партнеры – инжиниринговые компании. Я могу привести компанию. Это ЗАО «Институт автоматизации энергосистем», который является таким образцом современной инжиниринговой компании. Эта компания «Новосибирская» в основном состоит из выпускников нашего факультета. И она очень нам помогает, как в определении содержания обучения, так и в части сотрудничества по подготовке специалистов. Вся инновация в нашем техническом факультете заложена в лабораторную базу. И если раньше, несколько лет назад у нас еще было какое-то старое оборудование, то оно из года в год совершенствуется. Новые какие-то устройства микропроцессорные устанавливаются. Студенты знакомятся уже не с устаревшим оборудованием, а с тем, что сейчас у нас со временем. И вы уже видели лаборатории, которые можно пощупать все руками, покрутить, повертеть. Студентам это очень интересно. Наш факультет является ведущим в части подготовки студентов для стран Шанхайской организации сотрудничества по направлению электроэнергетика. Это крупная организация, крупный университет, авторитетный университет. И, соответственно, студенты из Казахстана, Таджикистана, Китая имеют возможность поступать к нам на бюджетной основе, то есть обучаться. Поэтому это очень неплохое, скажем так, достижение. Кроме того, у нас на факультете создан энергоцентр по распоряжению Минэнерго по обучению и подготовке энергоаудиторов. То есть в рамках 261-го закона. То есть тоже очень мощная структура, через которую в свое время прошло несколько сотен человек. То есть это, опять же, подготовка специалистов для реального сектора экономики. О том, какую пользу для собственного вуза может принести ветрогенератор и солнечные батареи, студенты не просто слышат на лекциях. Они создают предметы нетрадиционных и возобновляемых источников энергии сами. Отдельная тема исследований – создание экологически чистых, автономных жилых домов, которые только начинают строиться в регионе. Поступила на первый курс магистратуры, и моим дипломом заинтересовалась компания Россети. То есть был у нас такой конкурс, всероссийский конкурс работ, бакалавров, электротехнических специальностей, вот 560 работ со всех вузов России. Моя работа вошла в достатку лучших, и в итоге, вот в финале на форуме РУГРИЦ моя работа сняла второе место. Россети заинтересовалась именно этой работой и уже просит, чтобы я в магистратуре писала именно такую работу, научно, ну, практически направленную, чтобы она была применима уже именно к тарифам. У нас кафедра сотрудничает с различными исследовательскими институтами. Например, Институт теплофизики имени Академика Котута Ладзе. Это Сибирское отделение Российской Академии Наук. Вот я там проходил научную практику, и в итоге получили уже некоторые результаты в исследовании фундаментальных исследований научных, что эти проекты поддерживаются Российским фондом фундаментальных исследований, а также Российским научным фондом. Еще один именитый выпускник факультета энергетики заглянул в родной вуз, поинтересоваться очередными успехами и поделиться своими достижениями. Семен Кондаков говорит, что его блестящая карьера не сложилась бы без учебного фундамента, заложенного здесь, на факультете. Сейчас он директор крупнейшего филиала Сибирского НИИ «Энергетики». Я очень доволен тем, что учился на факультете энергетики Новосибирского государственного технического университета. И эти знания, знания, которые были приобретены в стенах института, очень помогли мне в карьере. В этом году на факультете энергетики реализуется крупный грант по постановлению правительства Российской Федерации. Это грант для поддержки научных исследований в образовательных организациях под руководством ведущих мировых ученых. У нас в рамках этого гранта на факультете создается лаборатория аэрозольных технологий под руководством одного из профессоров Соединенных Штатов Хопки Карл Филипп. Этот грант вообще первый в истории НГТУ, то есть такого не было. В рамках этого гранта предполагается создание в рамках факультета, то есть реально действующей лаборатории, которая будет давать результаты мирового уровня. Это, опять же, материально-техническое обеспечение, это обязательное привлечение аспирантов, магистрантов, студентов к занятиям научно-исследовательской работой. Поэтому я надеюсь, что создание этой лаборатории, конечно, даст мощный толчок развитию и кафедры тепловых электростанций, и в целом факультета энергетики. Энергетика априори является базой всего народного хозяйства. Именно она и определяет уровень и темп его развития. Поэтому каждый студент, магистрант и аспирант знает, что работа в энергетической отрасли надежная гарантия не только собственной материальной обеспеченности, но и территории всей страны. А на этом выпуск завершен. Каждый из нас уникален. Нужно только найти свое направление и сделать правильный выбор. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин